Здравствуйте! На телеканале ИТВ наши новости. О самом главном расскажут мои коллеги-журналисты и я, Мэри Бадунц. В Крыму с рабочим визитом Дмитрия Рогозин заседание морской коллегии прошло в Севастополе. Строительство соборной мечети в столице Крыма возобновилось. Сдать объект подрядчик планируют к 2019 году. В Севастополе прошло заседание морской коллегии под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина. Главной темой для обсуждения это реализация национальной морской политики в Черном и Азовском морях и обеспечение транспортной доступности полуострова. Подробности расскажут наши корреспонденты. Морская коллегия – постоянно действующий орган. Он обеспечивает согласованные действия федеральных органов исполнительной власти в интересах реализации национальной морской политики России. За 15-летнюю историю коллегии при правительстве Российской Федерации совещание в городе морской славы было проведено впервые. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин уверен, это стало возможным благодаря волеизъявлению крымчан, единодушно поддержавших два года назад воссоединение Крыма со своей исторической родиной. Принятые в 1995-1997 годах энергичные меры по сохранению пребывания российского черноморского флота в Крыму и Севастополе фактически препятствовали насильственной укранизации Севастополя и Крыма в целом и сдержали проявление национализма. Военная подготовка и невиданное мастерство, успешное выполнение всех задач, поставленных правительством России. На сегодняшний день серьезно увеличен боевой потенциал всей группировки войск и вооруженных сил Черноморского флота Российской Федерации на территории Крыма. Поступают новейшие образцы вооружения и военной техники, подводные лодки, надводные корабли, оснащенные самым современным оружием, боевые самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты, современные образцы вооружения для береговых войск, а также для соединений и частей. Российским судостроителям запрещается выводить выгодные заказы за рубеж, ведь есть свои отечественные предприятия. Теперь российские компании обязаны размещать крупные и оправданные заказы по строительству гражданских, речных и морских судов исключительно на отечественных кораблестроительных верфях. Любые попытки вывода судостроительных заказов из Российской Федерации за рубеж будут пресекаться немедленно. Президент неоднократно и абсолютно однозначно указывал на необходимость поддержки отечественного судостроителя и формирования консолидированного полноценного заказа на все предприятия кораблестроительной, судостроительной, судоремонтной отрасли. К 2020 году Российская Федерация выполнит основные задачи государственной программы по вооружению и российский флот пополнится необходимым количеством морской техники. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Еще одно событие в Севастополе. Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова 79 лет. Сегодня ветераны флота, преподавательский состав и курсанты училища получают поздравления. Об одном из самых престижных военных учебных заведений России смотрите далее в сюжете. В торжественном строю курсанты Нахимовцы и кадеты президентского училища. Рядом наставники офицера и гражданский персонал и, конечно, военный оркестр. За годы существования в Нахимовском училище бережно хранят традиции. И очередную годовщину основания отмечают по-военному строго, но в то же время празднично и торжественно. В этот знаменательный день от имени моряков-черноморцев желаю вам всем крепкого здоровья, успеха в делах, большого личного счастья. Вся история училища связана прежде всего с подготовкой и воспитанием истинных сыновей своего Отечества. Желаю вам прежде всего мира у учебного процесса успешного во имя процветания Великой России. Лучшим курсантам в этот день было присвоено воинское звание. Преподаватели офицеров отметили грамотами и медалями адмирала Кузнецова и адмирала Горшкова, а ветеранов ценными подарками. Примечательно, что помимо выпускников прошлых лет на праздник пришли и те, кто их учил. Причем некоторые педагоги их закончили преподавать совсем недавно. До 2014 года я преподавал. В 90 лет ушел окончательно на пенсию. И сейчас, как ветеран Великой Отечественной войны и ветеран этого училища, прихожу сюда на все мероприятия. Николай Гаврилович Клитный также до 2014 года здесь работал. Учился в Ленинграде. 21 год прослужил на Тихоокеанском флоте. С 80-х годов на Черноморском. Был начальником штаба. Это место он помнит еще до того, как училище было образовано. Рады за училище, рады, что оно восстановилось. Тем более, что я еще мальчишка по этой территории в 1937 году бегал, будучи жителем Севастополя. Капитан первого ранга в отставке Анатолий Павлович Бычков в 1982-1989 годах возглавлял политотдел училища. Тогда здесь обучалось свыше полутора тысяч курсантов. Службу несли около 300 офицеров. В свое время он был одним из инициаторов создания мемориального комплекса. В том, что отныне училище будет развиваться по-новому, не сомневается. То, что училище возродилось, это само собой неописуемый восторг лично мой и всех тех, кто жил интересами России. Эпизод мирной довоенной жизни продемонстрировали с помощью вальса курсанта и студентки педагогического колледжа. Грозный военный 41-й, когда 1794 курсанта досрочно выпустились и прямо из-за парта отправились защищать родину, проиллюстрировали реконструкции боя. В память о тех, кто из этого боя не вернулся, возложили цветы. Юлия Козырь, Геннадий Куликов, Константин Кащенко. Служба новостей и ТВ. С 1 апреля возобновились работы строительства соборной мечети. Смена подрядчиков не повлияет на сроки возведения самого крупного духовного центра мусульман. Экспертизы пройдены, проектная документация согласована. В работе задействованы несколько российских компаний. Напомним, ранее генеральный подрядчик была турецкая фирма. Крымские власти разорвали все трудовые отношения после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в России российский бомбардировщик Су-24. На месте строительства новой мечети побывали и наши корреспонденты. Строительство новой мечети проходит в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, новый объект состоит из трех очередей. Проектно-сметная документация готова. Пройдены все экспертизы. Разрешение на строительство получено. Новый подрядчик уже приступил к работам первой очереди. Это будет самый большой духовный центр мусульман Крыма. Кроме самого храма здесь возведут трехэтажные административные здания и религиозную школу. Все строения и сооружения на участке объединены в единый комплекс. Мы и общественность будем наблюдать за тем, чтобы сроки соблюдались, потому что нам нужно порадовать крымчан, порадовать мусульман полуострова. Финансирование самой большой мечети в Крыму проходит за счет меценатов. Планируют сдать объект в срок к 2019 году. Напомним, ранее работы были приостановлены из-за разрыва деловых отношений с генеральным подрядчиком из Турции. К новому строительству привлечено несколько российских компаний, однако название фирм не разглашают. Также задействованы архитекторы с материка. Сюда мы, видимо, приглашены в качестве, может быть, помощи, может быть, творческого участия в преобразовании интерьеров и экстерьеров здания соборной мечети города Симферополя. Для того, чтобы с помощью нашей специфики, нашей работы вдохнуть именно особенности, которые есть именно в крымско-татарском культурном наследии. Сегодня мы все с нетерпением, мусульмане Крыма и не только мусульмане, ждем начала строительства этого красивого храма. И не важно, что поменялся подрядчик, важно, что скоро начнется строительство и в ближайшем времени будет закончено. Общая вместительность новой мечети составит более 2000 человек. Предусматривается автостоянка на 200 машин, а также отдельная площадка на 4 автобуса. Таким образом, транспорт, который доставит людей в мечеть, мешать на проезжей части не будет. Мэри Бладун с Юрием Земной, Служба новостей и ТВ. Убить словом. Именно это, по мнению многих крымчан, пытаются сделать с компанией Скворцова. В частности, с входящим в этот холдинг предприятием «Велес Крым». Пайщики, которые долгие годы сотрудничают с ним, возмущены неправдивой информацией, которая появилась на одном из крымских телеканалов. Они хотят рассказать правду и поделиться ею со всеми телезрительными. За этим и обратились к нашим журналистам. На этот раз мы попытались разобраться в тонкостях договора – кабальная сделка или взаимовыгодное сотрудничество. Юлия Попович узнала мнение реальных пайщиков. Когда в одном из крымских СМИ затронули вопрос пайщиков предприятия «Велес Крым», потока дезинформации Альберт Петрович уже не выдержал. Мужчина знаком со многими из них. То, что он услышал, называет ложью. Когда люди посмотрели передачу первой программы, дальше как-то люди начали возмущаться. Как я сколько знаю, «Велес Крым» полностью выполняет свои обязательства по договору. Тут нареканий нет, а там вообще одна ложь была. Я так подумал даже что-то. Они на кого-то работают, работают даже против Крыма, работают против продовольственной программы. Что-то народ будоражит просто. А вот, собственно, и реальные пайщики. Эти женщины уже успели заключить новый долгосрочный договор. Срок 12 лет их не пугает. За 10 сотрудничества они уже убедились в добросовестности Полищука. Никаких сомнений. Мы им доверяем, мы будем идти с ними до конца. Это люди очень порядочные. Я педагог с большим стажем. Я людей знаю. Вот в основном земли у пожилых людей уже. В то время, когда их давали, мы уже состарелись. Люди все довольны. Я получаю зерно. Там очень много бывает народу. Вежливо, культурно обслуживают, без обмана. Деньгами дают ли. Все культурно, все красиво. Мы им доверяем. И если даже придется эту землю им выкупить, только мы им доверяем. Больше никому, никого к нам не подсылайте. И вот те, которые пишут эти кляузы, они хотят разорить до конца, забрать эту землю. Не трогайте вы эту свиноферму. Единственное, что у нас осталось. Потому что разрушили все. Был колбасный цех. И где наши дети будут работать. Была пекарня. Концервный завод. Детские сады. Все разрушили. Все разгребли. Осталась единственная ферма. Она нам не воняет. У нас все хорошо. Не трогайте никого. Об альтернативе и не думают. Впрочем, и думать не о ком. Опыт сотрудничества с другими предприятиями до добра не довел. Жалоб не было. Я считаю, что это отлично. Лучший вариант. А замены, мне кажется, нет. Сотрудничать сейчас не с кем. Но раньше, где мы были, я уже не помню, как это называлось, фирма. Там произошел фосмажор вот этот. И нас бы, как сказать, чуть-чуть обманули. С зерном или с деньгами, я не помню. Но на данный момент Велис Крым нас устраивает, действительно. Потому что нету, как некоторые люди говорили, что там они не дают деньги. Или ни зерно не доплачивают, не досыпают. Такого у нас нет. Узнать о тонкостях по информации одного из СМИ кабального договора мы отправились к сотрудникам Велис Крым. Пункт за пунктом юрист опровергает информацию, которая уже стала достоянием общественности. Во-первых, сумма оплаты в договоре прописана и составляет 9800 рублей. Плюс учет индексации инфляции. Пункт, который возмутил героев дискредитирующего сюжета, а именно о том, что пользователь может добывать ископаемые из недр земли, бурить скважины и застраивать арендуемую площадь, в действующем договоре даже не фигурирует. Его убрали по просьбе пайщиков и так далее. Здесь становится ясно, что недовольные оперировали не реальным документом, а пробным, который дали им на руки, чтобы пайщики могли внести свои коррективы еще до его подписания. Что и было сделано. Документ, каждый пункт которого устраивают обе стороны, только в Николаевке уже заключили 400 человек. Очень больно и обидно слышать о том, что мы обманываем пайщиков. Я работаю здесь с 2007 года. И еще не помню ни один год, чтобы мы не рассчитались полностью и своевременно с пайщиками. Даже были такие годы, когда мороз, ветра, выдули поля, зерновые мы получили. Чуть более 15 центнеров с гектара. Это очень для нас был неурожайный год, но мы полностью и своевременно рассчитались со всеми пайщиками. Сегодня нам приходится без конца выступать, говорить, что мы не такие, что очень много в программе идет лжи. Мы не хотим этого. Мы хотим, я говорю, что мы занимались спокойной работой, производили свою продукцию, кормили наш Крым. Помимо взаимовыгодного договора, Велис Крым взял на себя ответственность за постановку всех земель пайщиков на кадастровый учет. В этом случае финансовое время и потерянное время в очередях легло на компанию, а не на владельцев земли. На сегодняшний момент нам обратилось 1200 примерно пайщиков, которые доверили нам получить документы, то есть привести в соответствие законодательства Российской Федерации. Более 1000 кадастровых паспортов уже получено на сегодняшний день. Более 400 кадастровых выписок уже получено на сегодняшний день. Впрочем, это не помешало некоторым лицам, которые, к слову сказать, не являются реальными пайщиками, написать заявление о прокуратуру. Организовали и 46 подписей. Мы лично переговорили более чем с 30 подписантами, и выяснили, что 12 человек вообще ничего не подписывали, даже не знали об обращении. 16 подписали, но не знали, почему они подписываются. Ну и еще могу сказать, что из этих подписавшихся уже 10 человек подписали этот долгосрочный договорен на 12 лет. Мы считаем, что это возможная фальсификация, подделка подписей, и в связи с этим мы будем проводить почерководческую экспертизу и обращаться в соответствующие органы. Чтобы разоблачить фальсификацию и экспертизу, делать не пришлось. Стоило только заглянуть в гости к одной из пайщиц. До прокуратуры они писали. Я не читала это. А вы подписывали то, что они в прокуратуру писали? Они сами подписали меня. За вас подписали? Да. То есть вы не ставили подпись на бумаге? Нет. А кто, Панасенко ставил? Да он, не он, а Изюмская еще. Стало известно, что пайщики, за которых расписались в обращении, уже готовят свой ответ. То же обращение, то же прокуратуру. Только смысловую нагрузку письмо несет совершенно другую. Они утверждают, их подписи подделали, а это, между прочим, серьезное нарушение закона. Встретился в нашей съемочной группе и сам автор сфальсифицированного обращения прокуратуру признался, он не пайщик, но действует по доверенности своей матери. Встретил журналистов не без доли агрессии. Я вам сказал, с Велесом договор подписывать буду я. Я буду подписывать. Так вы собираетесь подписывать договор? Да, собираюсь. Они не хотят подписывать договор. Что не так в договоре? Расскажите нам. Там много что не так. Потому что мы тоже его не видели. Там очень много что не так. Ну, например, какие-то пункты какие-то? Что вам не понравилось? Да очень много пунктов. Все. Вчера в интервью мы все рассказали, что нас не устраивает в этом договоре. Вот. Договор вообще не обсуждается. Даже при всем недовольстве договором, предоставляемым Велес Крымом, Сергей не смог назвать конкретную альтернативу, кому можно было бы доверить свой участок земли. В итоге конструктивного разговора с этим человеком не получилось. Мешались случайные прохожие. Ну, тебя не устроить и не поломать людей. А мне хорошо. А тебе не на шару достался? А мне 50 лет за тебя работал. А я сколько проработал? Люди получили паи, земельные участки, которые сами не в состоянии обработать. Да. Хорошо, что есть такое предприятие, как Велес Крым. Мощное, сильное предприятие, которое берет эту землю, обрабатывает. И с людьми заключают договоры аренды, что люди, конечно, получают столько денежную компенсацию. Это, конечно, лучше, если бы просто пустовала земля и не обрабатывалась. За последний год жалобы в администрацию Николаевского сельского поселения от пайщиков, касаемо Велес Крыма, там не поступали. Что лучше, сравните сами. Засеянные, готовые дать урожай участки земли или брошенные, необработанные. Единственный урожай, на которых – это мусор. А таких в Николаевском сельском поселении сотни гектаров. Все больше и больше пайщиков начинает понимать, что сотрудничать со Скворцово – это выгодно. За последнее время желающих стало на 5% больше. Всего Велес Крым обрабатывает 10 тысяч гектаров земли в Сакском и Симферопольском районах. Точка в этой истории не поставлена. Велес Крым уверен – закон на их стороне. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район. А мы продолжаем. Далее не пропустите. Необычные дети. Как они живут и чем помогает государство. 2 апреля во всем мире говорят об аутизме. Мощи Крымского святого из Симферополя доставят в Грецию. Даже во время весенних каникул в Крыму не забывают о патриотическом воспитании молодежи. 11-ю береговую батарею посетили школьники младших классов из Симферополя. Экскурсию в уникальный объект помогли организовать крымские ветераны-десантники. Что нового узнали школьники – смотрите далее в сюжете. Как и раньше, в этом музее не просто можно, но и нужно трогать экспонаты руками, дабы прочувствовать и лихолетие войны. Современных учеников, которые учатся в красивых светлых школах и живут под мирным небом, искренне поразило то, как их сверстники 70 лет назад жили в условиях войны. Во время войны они учились под землей, потому что была война, мало ли эти, фашисты словить могли. Меня удивило, что дети учились, как-то выживали в таких условиях. Я бы хотела, чтобы все дети на земном шаре не знали, что такое война, а жили в мирном населении. По словам одного из организаторов экскурсии, главы Крымского союза десантников Андрея Попова, в отличие от севастопольских школьников, их сверстники из крымской столицы, к сожалению, мало знают о подробностях обороны и оккупации полуострова. И в частности, что несмотря на нещадные бомбежки, тогда работали школы, и дети в сложнейших условиях все же получали знания. Все наши идеи возникают из совместного труда и желания нашим детям, да и взрослым, наверное, тоже порой надо преподавать те уроки, о которых мы не знаем, не видим, но которые поднимают дух патриотизма и уровень духовного сознания, который, наверное, сейчас необходим. Полезный опыт организации экскурсий для школьников на 11-ю береговую батарею, по словам Андрея Попова, крымские ветераны, десантники и афганцы намерены продолжать. В ближайших планах привезти сюда учеников еще двух симферопольских школ, а также воспитанников казачьего корпуса. 25 человек мы можем принять в течение полутора часов. Сами понимаете, что это не такое большое количество. Но за время существования нашего музея экспозиции мы порядка 4000 человек уже приняли у себя здесь. Они предпочитают одиночество, не любят играть со сверстниками, часто вместо слов используют жесты и не отвечают на улыбки. В то же время они цитируют стихи и сказки страницами наизусть, запоминают многозначные числа, без запинки повторяют сложные слова. Они необычные дети. 2 апреля во всем мире пройдет день распространения информации о проблеме аутизма. Аутизм – это не синдром и не болезнь, это состояние психики человека. Зачастую такие необычные люди становятся гениями в какой-то определенной сфере. К примеру, известный предприниматель Билл Гетц или режиссер Вуди Аллен. Внешне они абсолютно не отличаются от остальных людей. В одном из детских садов поселка Гресс тоже воспитывают ребенка с аутизмом. В Боровичке среди других деток занимается пятилетний Алим. Такой ситуации не было. Мама пришла в ясельную группу раннего возраста, а детки эти двухлетние практически сильно не отличались, и не было особого разницы между детьми, которые, как мы говорим, с особенными потребностями развития и общеразвивающего. Прошел год, мы только тогда уже стали с мамой разговаривать на тему того, что посмотрите, понаблюдайте, к вашему ребенку нужен особенный подход. Ему пришлось провести особую работу, потому что, вы знаете, родители сначала не верили, что их роде ребенок не такой. Но в конце концов мама сейчас гордится своим сыном. В садике есть еще восемь детей с особенностями. Для каждого из них разработана индивидуальная программа занятий. С Алимом помимо воспитателей занимается логопед, психолог, тьютор, физрук и музыкальный преподаватель. Чтобы развивать деток, работает целая команда. В современном мире такой подход называется инклюзивным образованием. Необычным детям создают специальные условия для комфортного обучения с остальными сверстниками. В Крыму есть центр, который помогает родителям, воспитывающих, аутистам найти подходящий садик или школу. Ребят с особенностями не выделяют. Они, как и все остальные, поют, танцуют, выступают на утренниках. Очень важно, чтобы с детьми занимались не только в саду, но и дома. Мы все время сотрудничаем и работаем как одна команда. Собираемся, прописываем все планы, проговариваем все условия. В этих командных сборах обязательно участвуют родители на равных, потому что они точно лучше знают своего ребенка и многие вещи могут даже подсказать, как, что лучше делать и обращаться. Ребята с аутизмом после детского садика могут учиться в общеобразовательных школах, а в дальнейшем получать и высшее образование. Но на первых порах нужно их не только социализировать, но и заниматься с ними индивидуально. Этим занимается мама Алима. В детский садик мальчик ходит уже третий год. Изначально о диагнозе родители не знали, но вскоре заметили, что ребенок отличается от других. Прошли обследование, выяснилось. У Алима аутизм. Но мама не отчаивалась. На тот момент нужен был специалист, который бы находился с мальчиком в садике. Но такого человека не нашлось, и мама решила стать им сама. Грызла гранит теории, перечитала много книг об аутизме и коррекции состояния таких людей. А потом в качестве волонтера пошла в детский сад сопровождать Алима. Вскоре она стала тьютером. Когда мне сказали, что у моего ребенка аутизм и это пожизненное заболевание, конечно, я испугалась. Потому что я подумала, что уже сделать ничего нельзя. Что вот какой он есть, и ничего с этого уже не поделаешь. Так оно и будет. На самом деле потом оказалось, что это очень успешно корректируется. И я, наверное, вот это хочу сказать всем мамам. Что это не повод... Диагноз ребенка – это не повод опускать руки. То есть это еще и не приговор. Это на самом деле сигнал тому, что нужно очень много работать в этом отношении. Каждый день женщина занимается с мальчиком как в саду, так и дома. Она верит, что этот диагноз – не приговор. Аутизм – лишь особенность, которую можно откорректировать. Анастасия Калугина, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ. Мощан святителя Луки вскоре прикоснутся и жители православной Греции. 2 апреля ковчег со святыни доставят в Андреевский кафедральный собор Патровской митрополии. Патрях Московский и Вся Руссия Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь богословили поездку мощи православную Грецию. Ковчег с реликвами повезет делегация от Симферопольской и Крымской епархии. Делегация Симферопольской и Крымской епархии отправляется в Патры с великой миссией по благоценению святейшего патриарха Кирилла, трудами высокопосвященнейшего митрополита Лазаря, по просьбе, по ходатайству митрополита Патрского, ковчег с частицей мощей святителя Луки будет пребывать на этой земле греческой в течение двух недель. Мощи святителя Луки обрели 20 лет назад. Он населил православных людей при жизни и после своей смерти продолжать творить чудеса и помогать людям. Владыка Лазарь уверен, что прибытием мощей в Грецию события символичные. Это знак родства и единства двух народов – русского и греческого. У меня на этом все. Далее эфир продолжит Тарас Брезицкий с новостями спорта. Всего вам доброго, хороших вам новостей. Самую спортивную семью определяли в Симферополе. На этот раз главный приз достался семейству Матвеевых из крымской столицы. Клубы начинают уже у себя на местах проводить эти соревнования. Потом у нас проходят уже районы, отборы. И вот сильнейшие уже, и все сильнейшие попадают на город. В программу решающего этапа фестиваля вошли шесть конкурсов. В ходе прохождения дистанции членам семьи нужно было проявить все качества, присущие организованным спортсменам. Но не только такие навыки, а также смекалка и эрудиция, умение вести домашнее хозяйство, играли роль в определении лучших. В самом начале соревнования на первый план вышли скорость и точность родителей и их дети, вооружившись клюшкой, проходили дистанцию с мячом. А в конце должны были сбить мишень в виде кегли. А во втором конкурсе мячом попадали уже в корзину. Затем судьи проверяли хозяйственные способности членов семьи. Ребенок развешивал на веревку прищепки, мама условное белье, а глава семьи на скорость собирал принадлежности. Но самым сложным этапом оказалась змейка. Именно этот конкурс показывает слаженность действий и взаимопонимания членов семьи. Ведь действовать нужно взявшись за руки. А в завершении фестиваля спортсмены поучаствовали в викторине на тему тестов ГТО. Победители конкурса семья Матвеевых регулярный участник этого фестиваля. Они уже на зубок. Знают, какие испытания придется проходить. Научились действовать синхронно и слаженно. Поэтому главный приз достался этой команде без сверхусилий. В каком году была принята программа ГТО? В 1931 год. Но не только победителям достался приз. Уже по традиции, памятными грамотами и сладкими подарками для самых младших организаторы поощряют абсолютно всех участников спортивного фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова